А теперь поговорим о хозяйственных вопросах. Объекты, которые находятся на еженедельной проверке у Вячеслава Тюменцева, требуют доработок. Но продвижение работ идет динамично и активно. Также в этот раз прошло незапланированное посещение горнолыжного комплекса «Висячий камень», где идет строительство подъемника. Со всеми подробностями Алексей Кузнецов. 9 сентября состоялся традиционный объезд главы округа с комиссией. Объекты, которые посетила комиссия, находятся на реконструкции. И они у Вячеслава Тюменцева на особом контроле. Изначально посетили бульвар Кикоина, где активно ведутся все работы. На газонах посажены семена и будет красивая зеленая трава. На высоких уступах планируется сделать пандус для удобного захода на аллею. Но есть нюансы, которые требуют доработок. Такие как замена сетки на игровой площадке, покраска колодцев и просто приведение территории в порядок. Основные работы – это конец следующей недели, то есть это 15 число. К 15 числу мы должны выйти в амфитеатр. Если мы открыли эту площадку, а мы ее открыли, то будьте любезны уважать жителей. Видите, какой чистенький. И вот сюда посмотрите. Каждую неделю, как минимум перед выходными, очистка дезерна. Вот в таком же виде. Сетку, Антон Анатольевич, поменять. Листеньцию я услышал до следующей недели. Доски тоже доделывайте. Ребята, у нас осталось до конца месяца. В начале месяца у нас обычно снег. После бульвара внеплановая проверка работ по новому подъемнику на горнолыжном комплексе «Висячий камень». Работа в самом разгаре. Строители качественно подготавливают площадку под новое оборудование. Завершение работ планируется в октябре. Финальной точкой объезда стала улица Ленина, где продолжаются масштабные ремонтные работы. Завершились работы по колодцам. Вдоль центральной площади будут установлены новые ограждения. И компания УБТ-сервис планирует закончить работы до 15 октября. Еженедельный объезд бульварки Койна у нас находится в динамике. Травяное покрытие практически закончили. Приходит на эту неделю у нас лиственница для амфитеатра. Будем заканчивать. Есть вещи, которые не предусмотрены проектом. Будем делать проектные решения. Это примыкание к скейтболу площадки. Есть вещи, которые визуально меня не устраивают. Будем тоже решать. Но, тем не менее, движение видно. Я думаю, что в этом году мы все-таки этот объект в той мере, в которой можно его закончить, мы закончим. Не запланировано. У нас сегодня был навесячий камень. Работы тоже идут. Продвигаются они не просто. Там скала у нас. Поэтому подрядчик работает. Но, тем не менее, в октябре он планирует закончить. Ну и крайне такой у нас значимый объект – это улица Ленина. На прошедшей неделе мы встречались с подрядчиком. Выразил я свое недовольство тем, что происходит. Динамика тоже сейчас появилась. Подрядчик нам подтверждает, что работы будут до 15 октября закончены. То есть тротуар, дорога, колодцы, коммуникации – все будет у нас в асфальте. Антон Анатольевич Белякеев, ДКС – это то, что у нас идет от улицы Садовой до улицы Уральской. Подтвердил, что ушел он тоже в укладку асфальта. Наш асфальт будет уложен. И я думаю, что наши жители с удовольствием видят уже отремонтированную улицу Ленина. Такие масштабные работы требуют немалых усилий. Естественно, самое главное, чтобы все наши объекты были сделаны качественно и в установленные сроки. Алексей Кузнецов, Павел Сизов. Объектив. Итоги.